Шейн Вулф, опытный морской пехотинец, побывавший не в одной горячей точке. Однако, в этот раз его ждет особое спецзадание. Быть няней. И получится ли у него это? Посмотрим в фильме «Лысый нянь». Данное видео создано при поддержке моих любимых бустеров. Спасибо вам большое. А вот меня что так долго не было. А потому что на улице 35 градусов и сидеть дома, просто умирать с жары, невозможно. Однако, если вы видите это видео, значит я сижу дома и умираю от жары. Но видосик-то сам себя не сделает. Плюс я наткнулся просто на офигенный фильм, который смотрел 15 лет назад. Последний раз, скорее всего. А еще вдобавок, я постоянно читаю комментарии, что фу, грязюк или тяжелый фильм. Но вот, наконец-то у нас комедия, легкая. Берите какой-нибудь охладительный напиток, включайте вентилятор и... Окей, фильм. Начинается. Внимание! Спасаем его! Итак, у Шейна Вольфа очень важное задание. Спасти профессора Говарда Палмера, потому что у того есть очень важные коды. И его захватили какие-то сомалийские пираты. И вот Шейн брифингует своих парней, и спецоперация начинается. Все проходит четко, ровно. Доминик Торетто, так сказать, не подкачал. И да, нас с первых минут балуют неплохим таким экшеном. Проникнув на лодку, Шейн без проблем нейтрализует пиратов, освобождает профессора и надевает ему на руку браслет. Вот и все, спецзадание можно считать завершенным. Шейн подходит к вертолету, но тут профессор говорит, можно ли позвонить моей жене? Она думает, что я вообще уже мертв. Это все дело нескольких минут, поэтому Шейн позволяет. Профессор открывает свой кейс, показывает семью Шейну, и тот идет к пилоту. Вот только пилота вырубили. Профессор! Профессора убили, а Шейн провалялся в больничке два месяца. После выписки Шейна встречает генерал и рассказывает, о чем так сильно важен был профессор. В общем-то, он придумал импульс, который может отменять запуски ядерных ракет. И пираты, которые его похитили, думали, что тот в чемодане. Однако, нет. Где он находится, никто до сих пор не знает. Поэтому Шейну дают новое задание. Как оказывается, к семье профессора недавно кто-то пытался проникнуть. Есть вероятность того, что программа «Призрак» находится дома у семьи Палмеров. Задание таково – обеспечить защиту семье и плюс найти, где же находится этот призрак. Итак, Шейн собирается, снаряжается и отправляется на самое трудное задание в своей жизни. И сразу же с порога начинаются невероятные трудности – водолейки. Шейн с успехом проходит первое испытание и заходит домой. Ну и самое время познакомиться с семьей Палмеров. И не забывайте, что этот лысый мужчина ценит семьи. Взрослый пацан Сетт, взрослая девочка Зои, малютка Лулу. Также дома есть няня, которая следит за микропупсами. И сегодня она отправляется на свидание, поэтому надела хорошее платье. Так вот, жене Говарда нужно на выходные уехать за завещанием. И она оставляет детей с Шейном и облёванной няней. Блин, меня позабавил этот момент. У Вина Дизеля очень грубый голос, но в дубляже… Вы сами всё слышали. В общем, Шейн начинает напечкивать дом всякими гаджетами. А Джулия, хоть и с тяжёлым сердцем, но всё-таки уезжает. Всего лишь-то два дня, и тем более есть няня и Шейн. Вечером Шейн проверяет оборудование, и вдруг слышит крики убийства, бежит вниз, а это… Лулу играет в Mortal Kombat. Ну да. Маленький Питер покормил няню, и тут Шейн замечает какое-то движение. Выходит на улицу, а там какой-то парень лезет на второй этаж. Ну всё, попался, говорит Шейн, а это всего лишь парень Зои. Ещё и сигналка включилась, соседи вышли. Ну, неудобная ситуация. Однако этого парня он заставил отжаться 20 раз. Зои просто в шоке с лысого тирана, что он вообще творит. А они-то не знают то, что к ним в дом кто-то проникал, и поэтому они не понимают, зачем вообще Шейн здесь нужен. Однако время уже позднее, отбой, и Шейн замечает, что няня как-то странно укладывает Питера спать. Только наступает 6 утра следующего дня, и Шейн всех будет. Сет не особо хочет вставать, но Шейну плевать. Всё, семейство в сборе, и Шейн даёт каждому браслет, чтобы если вдруг они потерялись, или какая-нибудь экстренная ситуация, они могли нажать на него, и он тут же к ним прибежит. Где парень постарше? Вдруг Сета нигде не оказывается, Шейн бежит к нему в комнату, он не откликается, поэтому приходится выломать дверь. Ну, он был в туалете. Я возьму молоток и гвозди, и починю её. Учитывая, что она разлетелась на части, это вряд ли. Шейн не забывает разузнать всё и про няню. Оказывается, та была моделью в прошлом, а потом Шейна отвлекают дети. Лулу говорит, что когда отец сказал про какого-то призрака, Питер начал надевать на себя полотенце и притворяться призраком. Ага, Шейн пытается разузнать больше про призрака, но дети ничего не знают. А вот старшие дети решили избавиться от Шейна, поэтому размазали масло по лестнице, но совсем не ожидали, что туда пойдёт мисс Словакия 1978. Тем временем Джулия приехала за завещанием, и всё бы хорошо, если бы Говард не попросил сказать секретное слово, без которого завещание не могут передать. В общем, Джулия и Капитан понимают, что остаются тут надолго, а нянька после масла решает свалить, но Шейн говорит ей. Нельзя отворачиваться от семьи. Поэтому запрещает ей куда-либо сваливать, но тут звонит телефон, нянька убегает, он пытается её задержать, и Джулия говорит, что задержится на несколько дней. Нянька уже косплеит вампира, кусает Шейна и всё-таки сбегает, сбегает от семьи. Шейн уже ничего не остаётся, как стать няней, пока мамы нет, и первое, что ему приходится сделать, это поменять подгузники. К такому его жизнь не готовила. Уже под вечер Лула ухвалит его большие сиськи. Это не титьки вовсе. Оливчик есть? Но из-за отношения к ней как пятилетней разбивает ей сердце. А я в вас чуть не влюбилась. На следующее утро Шейн хочет накормить семью сухпайком, но маленький Питер прервает их трапезу. Потом ещё звонит замдиректора и говорит, что если дети ещё раз опоздают, то будет серьёзный разговор. Поэтому Шейн в полном обмундировании выезжает. Они успевают как раз вовремя, и их встречает замдиректора. А ещё это тренер по борьбе у сета. Он довольно желчный тип, но тут приходит директор Клэр, и они с Шейном сразу находят общий язык, потому что оба вояки. В общем, Клэр даёт добро на охрану детей в школе, и Шейн начинает охранять. Вроде как у всех всё хорошо, но тут у сета проблемы. Его задирают в школе, куча парней, поэтому Шейн помогает ему. Однако тренер считает, что Сет сам должен был разруливать свои проблемы. И вообще предлагает Шейну устроить эдакую показательную борьбу. Но Шейн сейчас на службе, ему вообще некогда, нужно памперсы менять. И как же хорошо, что к нему подошла Клэр, потому что поступает экстренный сигнал. Он оставляет ребёнка с Клэр, сам прыгает в машину и быстрее едет. И, конечно же, водит он отлично. Интересно, где он так научился? И сигнал приводит его в канализацию. В общем, он по уши в дерьме. Это старшие дети его пранканули. Вернувшись домой, его встречает директор Клэр, спрашивает, не нужно ли ему помочь. Нет, не надо. И он бежит мыться. По выходу из ваны он натыкается на подруг Лулу, которые оценивают его сиськи. Шейн спрашивает, что это за компания. Это отряд Лулу. Они продают печенье по понедельникам и по средам. Но так как мамы сегодня нет, придётся Шейну их отвезти. А он даёт им брифинг и они вместе отправляются. Шейн отходит в супермаркет, ну а девчонки продают печенье. И тут к ним подходит другой отряд. Отряд мальчишек, которые их задирают, ломают печенье и заставляют уйти с места. Когда Шейн возвращается, он видит, что Лулу нажала на красную кнопку. Рассказывает, что мальчишки сломали печенье. Ну а Шейн просит больше не нажимать на кнопку из-за какого-то там печенья. И они как бы должны отправляться домой, но сначала он должен их где-то покормить. Поэтому они заехали в какое-то место для детей. И вот они уже отправляются назад. Как вдруг Шейн понимает, что забыл Питера? Короче, из-за всех этих поездок Шейн задержался до вечера. И по возвращению домой, он видит, что дома устроена какая-то тусовка. Всех тех, кто не свалил сразу, он заставляет убираться дома. Как только парень Зои видит его, то пытается убежать, но... Короче, все убираются. А ещё Шейн нашёл диск с названием «Призрак». Но и в целом ситуация наколена до предела. Зои говорит то, что теперь её в школе просто зачмырят. Да и вообще, приехал какой-то лысый нянь. Постоянно заставляет носить браслеты. Заставляет подчиняться приказам. Так может оставите нас в покое? Как только вернётся ваша мама, я сразу уеду. Что там ещё? Скотт! Но в этот раз угроза становится настоящей. Какие-то непонятные люди в чёрном нападают на Шейна. Однако тот даёт отпор. И здесь довольно прикольная экшн-сцена. Но защитить семью-то он защитил. Однако нападавших удержать не смог. Эти сбежали. Вся семья испуганно спрашивает у Шейна, а что происходит? И наконец-то он раскрывает всю правду. Зачем он здесь? Почему он так себя ведёт? Зачем нужны эти браслеты? Им нужно вот это. Им нужно наше кино? Естественно, на диске просто фильм-призрак. Но семья понимает, что лучше с Шейном, чем без него. И они решают друг другу помогать. Начинается всё с Зои, которая пытается сдать на права, но неудачно. Шейна вызывают к директору, и он думает, что всё из-за Зои. А нет, всё из-за Сета. Это тот покрасил волосы в белый, а ещё ля, что у него нашли. Гатка. Он покрасил волосы, но он не нацист. Я бы на месте учителей задумался. Появляется какой-то лысый чувак. Затем Сет красит волосы, начинает носить нацистскую символику, но... Ну да. Они просят с ним поговорить. Конечно же, Шейн пытается поговорить с Этом, однако тот говорит, что всё хорошо, и вообще я сам в своих проблемах разберусь. Не лезь. Чуть позже Шейн поднимается к нему в комнату, а тот снял браслет и вообще сбежал из дома. Поэтому Шейн оставляет детей на Зои, а сам начинает слежку. И Сет действительно приводит его к группе нацистов. Тогда Шейн продолжает за ним следить, и это всё оказывается лишь спектакль. Конечно, Шейн рад посмотреть, но вот только у Сета ничего не получается. Постановщик говорит, вы все бездаря, отказывается от них. И тогда Шейну приходится взять на себя постановку спектакля. Не, ну а чё он же всякими операциями руководил, а тут просто спектакль. Вечером Лу просит Шейна рассказать сказку. И тот рассказывает историю про гномов, но это завуалированная история про его бойцов. Забавно. Однако маленький Питер тоже не может уснуть, и для него нужно танцевать танец панды. Танец панды придумал как раз таки его отец Говард, и это важно. В общем, Шейн справляется и с этим, и наступает новый день. И он сразу же дает Зое ключи от машины и говорит, что теперь она их повезет в школу. Дай пламор! Зои, что ты делаешь? Сбрось! Но нет, всё заканчивается более-менее неплохо. И даже директор Клэр говорит, что под присмотром Шейна дети стали вести себя лучше. А вот зам директора выговаривает Сета, потому что тот решил бросить борьбу. И ради чего? Ради каких-то там танцулек? Ради какого-то там балета? Или вообще что такое? В общем, бывший тренер начинает его унижать, и тут уже вступается Шейн и говорит, ну что, ты же хотел устроить бой между нами? Давай, я согласен. Ну и как вы думаете, как проходил этот бой? Естественно, тренер выпендривался, Шейн показывал силу, и тренеру даже не помог подлый приём соски в тиски. Высший класс! Дальше Шейн обучает отряд девчонок, как постоять за себя. Сам обучается по уходу за детьми, и, конечно же, помогает Зои сдать на права. В общем, понемножку, помаленьку, но везде у Шейна всё складывается. И даже танец Питера Панды он выучил наизусть. Спи, Питер Панда. Пока, папа. Отряд девочек таки даёт отпор тем самым хулиганам. Жри, придурок! В общем, пообедаю по всем фронтам. Ну а Джулия, просидев неделю в этом банке и вспоминая какое-нибудь кодовое слово, наконец-то угадывает. И какое же завещание оставил Говард? Какой-то странный ключ. Зои скучает по отцу, и Шейн рассказывает про своего отца, который тоже погиб. Они друг к другу открываются, плачут. А в общем, сблизились. Ну и затем Шейн говорит, что мать скоро приедет. Смотрит на семью и понимает, что скоро придётся её покинуть. Шейн идёт вместе с Гусём в гараж, и тот случайно застревает под вещами. Когда Шейн подходит, то видит, что там есть какая-то потайная комната, и нужен непонятный ключ. Поэтому он звонит генералу, а тот говорит, о, а ключ-то у нас как раз таки есть. И вот наступает день, когда приезжает мать. Лулу уже не хочет прощаться с Шейном. Шейн, в принципе, тоже. И приезжает мать, а дом идеальный. Дети идеально играет музыкой, и она просто в шоке. А у Шейны и Генерала есть важные дела. Они идут в гараж и готовятся уже открывать потайную комнату, но тут снова те самые нападавшие, и это оказываются соседи. Они берут заложники Шейны и Генерала, тот даёт отпор, но оказывается, что Генерал-то крыса. Вы предали свою родину. А Северная Корея мне больше платит. Хе, забавно. В общем, всю семью берут в плен, мужчина остаётся с детьми, а девушка идёт вместе с ними в подвал. Дверь открывается, и северокорейская женщина идёт вперёд, но вот только там куча ловушек. А семья, которая в заложниках, освобождается, потому что Шейн их всему обучил, и дают отпор северокорейскому мужику. А это и не больно. И вот, наконец-то, они разбудили Шейна. Шейн сразу сказал, чтобы те шли за подмогой, а он и сам справится. Но они не ожидали, что северный кореец с проломанным черепом поедет за ними, и тут начинается погоня, перестрелки. Короче, прикольно. И ещё и директор Клэр видит, что за Зоей ведётся погоня. Шейн таки спускается к своему генералу, и тот заставляет его пройти эту полосу испытаний. Но и немного поразмыслив, Шейн понимает, что это танец панды, который он как раз-таки выучил. Ну, и метр вправо, метр влево была бы смерть. Однако, всё получилось. И когда генерал и соседка начинают пререкаться, Шейн решает вступить в бой. Кореянку-то вырубить получилось, но вот генерала... Держи что-нибудь напоследок. Но самое важное, это семья. Итак, генерал вырублен, кореянка вырублена, и даже программа призрак у них в руках. Дети же вернулись с подмогой, как Шейн и просил. Только вот от подмоги толку мало, потому что когда пришёл сосед с автоматом, все сразу же положили свои оружия. Но тут появился герой дня Гэри, а ещё сзади директор Клэр, ну и хитрым планом соседа тоже удалось обезвредить. О, Шейна что-то получается с директоршей Клэр, и вроде они даже должны были поцеловаться, но их отвлекает Лулу, которая не хочет прощаться с Шейном. А ведь и не надо, потому что Шейн решает забросить службу, остаться с директоршей Клэр, стать новым тренером по борьбе, потому что старый тренер стал выступать в театре вместе с Сэтом. Вот на этом всё и заканчивается. Знаете, бывает так, смотришь какой-нибудь фильм в детстве, и он тебе нравится, но потом проходит лет 10-15, ты его пересматриваешь, и он оказывается говном. Так вот, это совсем не про лысого няня. Тут и Дизель такой молодой, и юный октябрь впереди. Короче, мне понравилось. Да, местами кринжово. Да, иногда прямо видно, что фильм нацелен на детей, но это так легко, и как-то всё непринуждённо. Мне понравилось. Всё, пора врываться в сериалы. Можете написать, кстати, какой-нибудь мини-сериальчик в комментариях, и возможно, я его чекну, и даже перескажу. Пока что не могу никак найти сериал, я уже там и один, и второй, и третий, но никак не могу подобрать сериал. В общем, я в поисках, вы можете мне помочь написать в комментариях. Гигантское спасибо моим бустерам, а также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, и главное, не забывайте, всех обнял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!